Здравствуйте! Время новостей в Туле в студии Светланы Денброва. О самых важных событиях в этой минуте прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Туле прошло судебное заседание по иску областной прокуратуры, которая выступила с требованием приостановить деятельность кинотеатра «Октябрь». Причина – многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Заведение стало первым, куда пришли надзорные органы после трагедии в Кемерове. Представитель прокуратуры ходатайствовал о закрытии кинотеатра до устранения нарушений. Судья требования поддержал. Ранее, напомню, суд приостановил деятельность кинотеатра «Киносити» в гостином дворе. Также до устранения нарушений закрыт Большой универмаг на улице Советской. 276 домов Тулы признаны аварийными и нуждаются в расстелении. Часть из них создают потенциальную угрозу для жизни и здоровья жителей. На переселение туляков из аварийного жилья из бюджета региона выделено более 405 миллионов рублей. Общий объем финансирования – 616 миллионов. Треть этих средств – средства городской казны. Анна Молодцова продолжит тему. На данный момент в Туле 276 многоквартирных домов, которые нуждаются в переселении. Однако 300 семьям Тулы требуется первоочередное расселение, что составляет почти 12 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. Общая площадь аварийных домов у нас составляет 103,2 тысячи квадратных метров. Принимая в внимание большую социальную значимость данного вопроса и острые проблемы, которые возникают с вопросом переселения, по инициативе губернатора Тульской области была создана региональная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Под программу переселения этого года попал и дом на Денисовском переулке 8 литера А. Его жители без энтузиазма восприняли новость, что их дом призван аварийным. Многие прожили в нем всю жизнь и не хотят куда-либо переезжать. В их числе и Александр Лопатин, который совсем недавно сделал ремонт в своей квартире. Нам не очень хотелось переселяться. Мы собирались, собственно говоря, подать заявление о том, чтобы не сносили, о том, чтобы провести ремонт. И сами даже готовы были включиться, если не будут сносить. Но бумага пришла. 36 аварийных домов подлежат расселению в этом году. На данный момент администрации города готовится необходимая документация и проводится уведомление жителей. Планируемый срок передачи благоустроенных квартир в муниципальную собственность пройдет с 1 июля по 30 ноября текущего года. Анна Молодцова, Игорь Щепотьев, Новости Тулы. Неравнодушные туляки просят остановить раскопки на кресто Воздвиженской площади. По одной из версий, найденные там человеческие останки могут быть частью чумного захоронения 17 века. Жители опасаются, что повреждение трубы водоснабжения в месте раскопок может разнести заразу по городу. В 2011 году в Лондоне было аналогичное кладбище, обнаружено учеными. И вот они пришли к выводу, ну, стопроцентному практически, что все бактерии живы в почве на протяжении 300 лет. И единственное, что они мутировали. И они представляют опасность для человека. У нас нет стопроцентной информации, да, там, есть заразы, нет. Но это нужно все проверить. Если на сегодняшний день все это находится на экспертизе, экспертиза еще не закончилась, то почему бы просто не остановить эти раскопки и нас не сохранить от возможной, да, беды и опасности. 14 дорог отремонтируют в Туле по программе «Безопасные и качественные дороги». На эти цели выделено 350 миллионов рублей. В надлежащий вид приведут наиболее проблемные улицы города – Мосино, Скуратовскую, Ложевую и другие. Многие из них попали в поле зрения властей благодаря проекту Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог». Накануне эксперты ОНФ и представители администрации осмотрели дороги, которые нуждаются в ремонте. София Кириллова расскажет подробнее. На ямы на улице Ложевой не успел пожаловаться только ленивый. Впрочем, такая возможность у него пока есть. Несмотря на все обращения и попытки ремонта, количество ям не уменьшается. А те заплатки, которые положили совсем недавно, сейчас валяются по обеим сторонам дороги. Улица Ложевая далеко не единственная в Туле с такими проблемами. Скуратовская, Чмутова, Мосино – список можно продолжать долго. Многие из них успели засветиться на карте убитых дорог. Этот проект Общероссийского народного фронта пользуется все большей популярностью у населения. Некоторые дороги ОНФ держит на контроле уже несколько лет. На улице Мосино эта дорога, этот перекресток был у нас на контроле. В том году мы его смотрели. Здесь была большая яма. На данный момент яму эту заделали. В целом, что можно сказать, то есть ямочный ремонт по городу идет, заделывается, то есть достаточно оперативно. Однако обойтись ямочным ремонтом не всегда удается. Основные проблемы с трещинами и провалами – на тех дорогах, где уже закончился гарантийный срок. Заделали одну трещину, в следующем году рядом появилось новое. В 2018-м ремонт тульских дорог вошел сразу в две программы. Магистральные трассы отремонтируют с помощью средств президентского проекта безопасные и качественные дороги. Лыжевая, там ремонт порядка 50 миллионов, да, то есть улица Мосино, там ремонт порядка 40. Причем Мосино здесь, если брать, мы ремонтируем, начиная от Советской и Мосино, Павшинский мост, чему-то вот. То есть, грубо говоря, из центра города выезд на региональную дорогу в этом году полностью будет заменено. Муниципалитет тоже поспособствует. На ремонт остальных дорог город выделил 91 миллион рублей. На тех улицах, которые вошли в программы, покрытие будет полностью заменено. Подрядчики уже определены. Начать работы планируют в конце апреля. София Кириллова, Сергей Давыдов, Новости Тулы. В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. Накануне в городе стартовали работы с применением горячего асфальта. Следующий этап – ремонт дорог с применением метода пневмонобрызга. В мае городские власти планируют полностью завершить аварийно-восстановительные работы и приступить к текущему ремонту. Днем ранее три подрядные организации провели фрезеровку покрытия десяти участков городских улиц. Сегодня работы по ремонту дороги горячим асфальтом продолжатся на обработанных участках, включая проспект Ленина. Боевая машина «ЗИС» с установкой залпового огня «Катюша», которая находилась на пролетарской улице Тулы, отправилась на ремонт. Легендарную машину сняли с постамента для того, чтобы подготовить к 9 мая. Тульская «Катюша» относится к категории памятных знаков и стоит на балансе города, шествует на дне НПУ «Сплав». В дальнейшем, я думаю, нам необходимо всем тулякам принять правильное и грамотное решение, о чем говорит глава города, что здесь должна стоять «Катюша» постамент, макет, а действующая, которую сегодня мы реанимировали всем миром, благодаря заводу «Сплав», должна войти в состав музея нашего оружия и быть гордостью нашего города Тулы. Я думаю, немногие сегодня города-герои Советского Союза и Российской Федерации могут похвастаться действующей машиной, которая участвовала в боевых действиях в Великой Отечественной. Жители дома 3, корпус 1 по улице Кутузова выложили в сеть видео, где видно, как крысы атакуют мусорные баки их дома. Привлечь таким образом внимание к некачественной уборке УК решили активисты-многоэтажки. В ситуации разбиралась Юлия Васюкова. Видеозапись с крысами в мусорном контейнере около своего дома Любовь снимала для обращения к губернатору. Действовать активно старший по дому решил из-за отсутствия реакции управляющей компанией на жалобы жильцов. Животные одолевают дом давно. Причины считают люди некачественной уборкой вывоз мусора. Да и вообще вопросов к жилищникам у жителей накопилось очень много. У больницы, что он когда-нибудь вообще может печально закончиться. Потому что все держится на каких-то так на двух кирпичах. То есть вообще управляющая компания фактически не обслуживает дом. Так придут налетами дурники, почистят пять минут. Находиться под управлением УК «Арсенал» жители не хотят. На ближайшие дни назначили собрание. Общественный совет дома вообще уверен, что жильцы действующую УК не выбирали. Протокол планируют обжаловать в суде. В управляющей компании в курсе ситуации и утверждают, что никаких нарушений нет. А в том, что дом заполонили крысы, виноваты сами жильцы. По словам заместителей генерального директора, дератизация проводится ежемесячно. На регулярной основе ежедневно вывозят мусор, ежедневно работают дворники. В общежитии, наверное, не все благополучные порядочно себя ведут. По-моему, они там свинячат. Но у нас, если не ошибаюсь, там в декабре месяце было проведено общедомовое собрание. Инициатором собрания у нас вышла женщина Денисова. Все документы официальные, все были переданы в ГЖИ. Если протокол собраний собственников окажется липвым, у жилищников будут проблемы. Если просто будет оспорен протокол, либо доказано, что договоры подписывались не с жильцами, будет только гражданско-правовая ответственность, связанная с тем, что надо будет вернуть денежные средства, уплаченные управляющей компанией. Предписание об устранении нарушений администрация управляющей компанией уже выдала. Жильцы говорят, спасибо активным крысам. Но им в доме все же не рады, ровно как и управляющей компанией. Юлия Васюкова, Игорь Щепотев, Сергей Давыдов. Новости Тулы. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова